Алиса Конечно, в игре сначала привлекает то, что маги снова переосмысливают сказку, в данном случае красную шапочку, но это только пол правды. Да, здесь есть темный лес, волки и девочка с красной накидкой, но на самом деле в основе Аканейра лежит куда больше. Первое – это восточный фольклор. Второе – один исторический факт. Известно, что сегодня в Японии нет волков, но когда-то их было полно. Просто в 19 веке японцы истребили их подчистую. Поэтому действия Аканейра происходят в Японии. Игрок выполняет контракты, освобождая от нечистой силы леса и деревни, и чаще всего ему приходится убивать демонических волков. Сразу нужно сказать, что Аканейра – игра маленькая, сделана маленькой студией и за маленькие деньги. В то же время разработчики не заинтересованы, чтобы вы за полдня все прошли. Они также не ставили себе целью рассказать какую-то историю, отчасти потому, что не хватило бюджета, отчасти потому, что это плохо вписывается в концепцию. Поэтому Аканейра создана в первую очередь для поклонников жанра. Особенно для тех, кто проходил ту же Диабло 3 много раз. Снова и снова, на Нормале, Кошмаре, Аде. Для тех, кто после Инферно начинал заново, с новым персонажем или просто гонялся за шмотом. Вот таким хардкорным игрокам в Аканейра будет уютно и даже легко. И еще один важный момент. Игра полностью привязана к онлайну, как та же Диабло 3. В ней тоже есть чат, где можно общаться с другими пользователями или просить помощи. Но она условно бесплатная, фритуплейная. Вы можете играть в нее, не заплатив. И вы можете пройти ее всю, тоже не заплатив. Мы это знаем по собственному опыту. В то же время, это не ММО. Пока игра рассчитана только на одиночное прохождение. Потом, весной, появится еще кооператив. Всего можно иметь трех персонажей, у которых будет общий кошелек для местной валюты, который называется здесь Карма. Создается персонаж быстро, потому что настраивать толком нечего. Можно выбрать пол и один из трех классов. Правда, классы это грубо сказано, потому что в процессе можно приобретать любые навыки и пользоваться любым оружием. В редакторе персонажа вы выбираете стартовое оружие и какой-то бонус к способностям. Дальше пишется уникальное имя, и герой появляется на основной локации, где находятся магазины и доска объявлений. Когда персонаж получает новый уровень, вы выбираете, в каком направлении его развивать. Сами навыки не прокачиваются, а покупаются в магазине. Одновременно в бою вы можете использовать только три из них. Есть отдельные магазины животных, талисманов, тоников, оружия. Этой весной еще появится крафт. То есть, все в традициях жанра. После выбора миссии вы перемещаетесь на квестовую карту, где приходится много убивать. Иногда просят вырезать несколько десятков особых демонических волков. Иногда нужно просто найти босса и размазать его по полу. Иногда этих боссов несколько. Задание сопровождается банальными текстовыми комментариями вашего персонажа и маленькой предыстории. Если мы посмотрим на глобальную карту, то увидим несколько локаций. Как видите, сейчас у нас открыты четыре из них, и одна заблокирована. Чтобы ее открыть, от нас требуют 22 тысячи кармы. Это много, но не слишком. Это примерно день-два спокойной игры. А теперь будьте внимательны. Суть в том, что каждая такая локация содержит по три миссии и, соответственно, по три карты. Вы проходите одну миссию и открывается следующая, посложнее. То есть, все линейно. Но у каждой миссии есть четыре уровня сложности. За выполнение миссии на самом легком уровне вам не дают опыта, но дают немного кармы. На остальных уровнях сложности награждают и кармой, и опытом. Но будьте осторожны, разница в сложностях очень большая. И на первых порах не стоит лезть в самое пекло. За смерть здесь наказывают. Если персонаж погибает, то игрок оказывается перед выбором. Или он платит кармой за возрождение, или он возвращается на базу и начинает миссию заново. Загвоздка в том, что если вы не хотите проваливать миссию и собираетесь платить за воскрешение, то будьте готовы к тому, что с каждой новой смертью будет расти и ценник. Если не будете осторожны, то потеряете намного больше валюты, чем в итоге получите за миссию. Но такое будет происходить только по двум причинам. Во-первых, если будете плохо играть. Во-вторых, если полезете на сложный уровень с недостаточно прокачанным персонажем. Если за всем этим порядок, то вы всегда будете в плюсе. Потому что, как уже говорилось, Аканейра это игра для тех, кто готов проходить одну и ту же миссию по несколько раз. На разных уровнях сложности, чтобы прокачать персонажа, получить новые навыки и шмот. Только карты не генерируются, что, конечно, печально. Разработчики почти все завязали на карме. Все враги после смерти оставляют карму. Она же выпадает из корзины ящиков. С помощью нее покупаются новые локации, навыки, оружие, специальные тоники вроде суши, которые увеличивают урон. Нужно заплатить карму, если хотите переключить сложность квеста. Можно сделать его проще или сложнее. И вот эту самую карму можно покупать за реальные деньги. Ценник там не кусается. 5 долларов это 12 тысяч кармы. Этого достаточно, если по какой-то причине вы потратили все деньги. А заработать почему-то сложно. Хотя, повторяемся, у нас такой ситуации не возникло. Еще можно сэкономить и за 10 долларов разблокировать 4 локации на глобальной карте. Но это почти бессмысленно. Объясняем почему. Ни за какие реальные деньги, ни за какую карму нельзя купить опыт. То есть нельзя поднять уровень собственного персонажа. По словам маги, это главный принцип, от которого разработчики не отступятся. Им можно верить. Если бы можно было покупать опыт, это убило бы баланс, а значит убило бы игру. Поэтому, если вы потратите деньги на то, чтобы купить крутой навык, ваш персонаж не сможет его использовать, если он не дорос. То же самое с оружием и броней. То же самое с квестами. Но откроете вы новую локацию, где сотни врагов на 10 уровней выше, чем ваш герой. И что? Далеко вы там не продвинетесь. Опять же, есть моменты, специально упрощающие жизнь игроку. Можно бесплатно взять напарника. Он очень полезен и у него автоматически восстанавливается здоровье. Но если он умрет, то насовсем. Еще шмота просто до черта. После каждой миссии инвентарь забит полностью. Или почти полностью. Потом почти все продается и таким образом за один раз зарабатываются сотни кармы. Что же в итоге? Разработчикам удалось создать хороший затягивающий клон Диабло, который рассчитан на хардкорную аудиторию. Но, тем не менее, слабый в двух моментах. Ваканейра прекрасная музыка, но под такую хочется пить чай и рассуждать о Сакуре, а не убивать демонов. Хотелось быть чего-то пободрее. Ну и графика. Картинка очень стильная, но смотреть на нее все равно иногда грустно. Особенно в подземельях. Но, возможно, в будущем она улучшится. Тем более, что уже сейчас сервера Аканейра, по словам разработчиков, едва выдерживают поток желающих. А в конце февраля игру обещают выпустить в Steam. К тому времени должны исправиться многие баги, а еще добавится новый контент. Удачи и до встречи на Playground Row! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok